В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Исследовательская лаборатория компании Disney показала своего нового робота. Напомним, подобными разработками компания занимается для их последующей реализации в собственных парках развлечений при создании новых анимационных фильмов, а также игрушек. Новый робот получил имя Лип и имеет всего одну конечность. На ней он прыгает точно так же, как тигры из мультсериала про Винни-Пуха. Стоять на одном месте Лип не может. Его необходимо запустить, и он будет скакать, скакать до тех пор, пока, наконец, не потеряет равновесие. Кроме того, робот довольно громоздкий и в данный момент не может балансировать без поводка. Поддерживать равновесие аппарату помогает конструкция ноги. Она может отталкивать робота в любом направлении, лишь бы тот не упал. Пока разработка находится в зачаточном состоянии. Но наверняка в недалеком будущем Disney начнет выпускать того же тигру в игрушечном формате с использованием данной технологии. BlackBerry, которая, напомним, заявила об отказе от производства смартфонов, представила свой последний девайс Detect 60. Устройство хоть и относится к BlackBerry, но большей частью было разработано другой их компанией, китайской TCL. Даже дизайн остался тот же. Так что уже сейчас видим отказ канадского вендора от собственного производства. Detect 60 получил 5,5-дюймовый AMOLED-экран с Full HD-разрешением, процессор Snapdragon 820 от Qualcomm, 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти и слот для карт microSD. Основная камера получила разрешение 21 Мп, фронтальная 8 Мп. Аккумулятор имеет емкость 3000 мАч, есть встроенная поддержка быстрой зарядки. Также смартфон получит набор фирменных сервисов BlackBerry, среди которых Hub, Keyboard и Messenger. Обновление операционки также ляжет на плечи компании. Основной упор в софте, как и прежде, делается на защищенность и безопасность. В данный момент BlackBerry Detect 60 доступен для предзаказа только в США и Канаде по цене 500 долларов. В целом девайс получился бледненький, да и лица своего у него нет, скопирован с китайского прообраза. Так что приобретать смартфон будут лишь очень преданные поклонники BlackBerry. Компания Google в рамках проекта Android Experiments выпустила мобильное приложение для создания сферических коллажей. Программа получила название Spray Escape. Создавать 360-градусные снимки на Android девайсах можно было и раньше. Здесь же Google пошла дальше. Снимки из разных мест собираются в огромный сферический пазл. Получается карта впечатлений в 360 градусов. Положение смартфона при съемке Spray Escape учитывает при помощи гироскопа. Далее программа соединяет снимки в виртуальную сферу. Полученным результатом затем можно будет поделиться. Цель проекта, который является частью программы Android Experiments, объединить идеи оригинального софта для Android от Google и сторонних разработчиков в одном месте. Скачать приложение можно бесплатно в магазине Google Play. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.